Народный депутат и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко пригласила экс-президента Грузии, недавно назначенного председателем Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили, присоединиться к расследованию неуплаты в государственный бюджет 72 миллиарда гривен на акт «Нафтогазом». Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов. «Миша правильно сказал, что когда мы увидели, что ничего не происходит, что никто не понес с наказанием и никто не вскрыл эту коррупцию, которая вопиющая, то я могу сказать, что Временная следственная комиссия, которую мы создали, она сделает свое дело и у меня бухгалтерские документы на руках о том, что НАК «Нафтогаз» не перечислил в государственный бюджет 72 миллиарда гривен. Представляете эту сумму? Это ровно столько, сколько в этом году ожидают от Международного валютного фонда», — сказала Тимошенко. Она отметила, что эти документы она получила от работников бухгалтерии и финансового сектора НАК «Нафтогаз». «Поэтому я, зная Мишу, это боец, он коррупции в своей стране сломал через колени позвонок. Миша, я хочу отдать тебе эту справку бухгалтерскую относительно 72 миллиардов недопересчитанных средств от НАК «Нафтогаза», и давай сделаем их вместе», — сказала нардепка. Мы увидели, что слова экс-министра финансов Игоря Уманского правда, что схемы по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, всех налогов на таможне процветают сегодня. «От 5 до 10 миллиардов гривен ежегодно страна недополучает», — отметила Тимошенко. Она добавила, что на эти средства страна могла платить медикам, проиндексировать и увеличить пенсии, повысить заработную плату педагогам. Напомним, Михаил Саакашвили в недавнем интервью подчеркнул, что во время своего президентства в Грузии ему удалось отказаться от услуг фонда. «Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ», — сказал Саакашвили. Также, по мнению Юлии Тимошенко, в течение года необходимо провести полный аудит всех коррупционных сделок в государственных корпорациях НАК «Нафтогаз», «Укрзалезница», «Укрпочта», Национальный банк и закрыть все преступные схемы, из-за которых государственный бюджет теряет миллиарды гривен. От 5 до 10 миллиардов гривен страна ежегодно недополучает», — сказала Тимошенко. Напомним, по информации Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «Укрзалезница» и его 24 филиалов, в период с 2018 года по 2019 выявлено нарушений на сумму почти 12 миллиардов гривен, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Ранее народный депутат Украины, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в «Укрзалезнице», депутаты будут инициировать вопрос о его замене.